Начнем мы с того, что происходит и продолжает происходить в различных российских силовых ведомствах. Дело замминистра обороны Российской Федерации Татьяны Шевцовой. Она то ли сбежала, то ли не сбежала, то ли с деньгами, то ли без денег. Очень много разных вбросов, но нет точного понимания, представления, что сейчас происходит с одной из, казалось бы, самых преданных соратниц Сергея Шойгу. Что вы знаете? Ну, во-первых, сразу коротко здесь у вас в названии сбежала от Шойгу. Шевцова, конечно же, она не побежит от Шойгу, она побежит вместе с Шойгу или, скажем так, вместе с деньгами Шойгу. Насколько я понимаю, она является ответственной за, скажем так, долгосрочные активы вот этого клана. То есть если Тимур Иванов, он больше был как раз по специалисту, по тому, как спионерить и съединорусить побольше, то Шевцова как раз вот как это подальше положить, потом поближе забрать и так далее. Действительно, есть ряд сегодня публикаций о том, что Шевцова якобы планирует и уже там перебирается, переезжает во Францию. Конечно, это было бы очень круто для нас, и мы со своей стороны здесь бы, конечно же, от New Design Foundation и ГУЛАГу нет, помогли бы ей, конечно, максимально. Но не в смысле отмыва каких-то денежных средств, а наоборот, мы бы, конечно, с удовольствием проанализировали происхождение этих денежных средств, направили бы от New Design Foundation, и я думаю, что направим, как только получим подтверждение тому, что у нас здесь запросы, чтобы проверили легальность источников доходов. Методика у нас отработанная, с путинскими виллами здесь достаточно быстро разобрались. Ну а, конечно, руководство Минобороны, которое причастно к огромному количеству военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев, здесь, конечно же, руководители, там, замминистра обороны, они должны будут нести солидарную ответственность, в том числе финансовую. Поэтому чем больше гражданка Шевцова привезет денежных средств во Францию или в какую-либо страну Европейского Союза, тем больше денежек можно будет конфисковать, арестовать и направить на восстановление Украины. Ну а что-то известно вообще о ее передвижениях и намерениях, и насколько это значительная фигура в иерархии Кремля, и, если чуть пониже берем, в иерархии, в клане Сергея Шойгу? Мы запросили у наших источников сейчас по магистрали, по рубежу данные о перемещениях этой гражданки, не только ее, там целый ряд заместителей, министра обороны, начальников управления Минобороны, резко вдруг заболели, у кого-то понадобилась консультация с хорошим врачом в Германии, кому-то в Израиль, ну, в общем, все, как всегда, стандартно у них по этой процедуре, поэтому по этой части информации будет много, но опасения сегодня у нас вызывает состояние здоровья генерала Герасимова. Уже с самого утра два серьезных деловых издания, ну, одно деловое, другое политическое, обратились к нам с просьбой перепроверить через наши источники информацию по Валерию Герасимову. Говорят, не очень хорошо у него с головой, с алкоголем, с состоянием здоровья, с перспективами. Вот, в общем, я думаю, что по Герасимову в ближайшие, возможно, дни, а может быть и в ближайшие часы будет какой-то апдейт. Отвечая на вопрос Пашевцовой, еще раз подчеркну, она будет сейчас как раз заниматься отмывом денежных средств, тем, чтобы у этого клана хотя бы часть денежек сохранилась за рубежом, потому что в России, очевидно, все только набирает обороты в отношении Тимура Иванова и его окружения. Все новые и новые эпизоды начинают расследоваться. Собственно говоря, все, о чем мы с вами говорили еще полтора месяца назад, возбуждают новые уголовные дела, одно уголовное дело о хищениях более 100 миллионов рублей в злоупотреблениях. Все эти эпизоды будут нанизываться, будут большие приговоры, будут дополнительные приговоры. То есть он, конечно же, рискует быть одним из сторожилов Лефортова, который еще в ближайшие 3-4 года будет там проводить по разным приговорам, если, конечно же, его будут беречь в Синовце и не отдадут на съедение тем, кто уже давно хочет его подскользнуть в душе или перекормить суком. Здесь как раз просят уточнить про генерала Герасимова, потому что на протяжении последних месяцев его не видно в публичном пространстве, не видно вообще, он нигде не появляется, даже на фотографиях. Есть какие-то мутные скриншоты, что якобы он участвует в совещаниях с Путиным, но там то ли размыто, то ли далеко, и рассмотреть очень сложно. И вот как раз что известно о нем, то есть почему сегодня снова активизировался вопрос о его состоянии здоровья. Тема Герасимова давно уже достаточно такая, покрыта пеленой загадочности. Вообще он существует, он дееспособный, он есть вообще в этой иерархии сейчас? Ну, если позволить, сначала про предысторию, чтобы все понимали. Он активно себе выстраивал образ такого истукана, солдафона, сапога, который вот абсолютно под Шойгу, абсолютно под Путиным выполняет. И все думают, что это действительно такой военный-военный, красивый, здоровенный. Вот или некрасивый, но здоровенный. Нет, абсолютно все не так, как в образе. Очень продуманный, очень умный, очень хитрый, изворотливый. Именно поэтому, собственно, он дорос до своей позиции. И когда он возглавлял один из военных округов в армии, еще до назначения в Главное управление Генштаба, он выстроил очень тесные взаимоотношения с военной контрразведкой, с одной стороны, и с другой стороны, с целым рядом так называемых якорных подрядчиков и коммерсантов, часть из которых пришли в Минобороны вместе с ним из-за близости к общению и дружбе с ним, выпиванием, скажем так, охотом, выпиванием, рыбалком. А часть были ему приданы от сотрудников ФСБ, высокопоставленных. И вот именно это его, собственно говоря, и уберегало в момент, когда началась раздача. Другой вопрос, что внутри ФСБ все неоднородно. И те, кто, как я понимаю, крышевали Герасимова и с кем он вместе делился денежными средствами, а по целому ряду контрактов там даже были более пошлые схемы, чем у Тимура Иванова. Некоторые контракты, которые мы проверяли и смотрели, по ним в тупую денежные средства из подконтрольных Герасимова учреждений переводились на фирмы-помойки для обналички. И там даже не создавалась видимость выполнения какого-либо государственного заказа. Деньги тупо обналичивались. А Герасимов потом подчинённым командирам войсковых частей давал задания нижестоящим генералам, чтобы они как-то изыскивали средства для того, чтобы то, что должно быть на бумаге, оно реализовывалось. Именно поэтому в том округе, которым он командовал, достаточно большое количество полковников и генералов было встроено в систему вымогательств, поборов, сбора денежных средств личного состава. Они не брезговали даже солдат, срочников и контрактников обирать. Я уж молчу про средний офицерский состав, у которых там такса была минимум 5000 рублей в месяц. То есть на Герасимово и его окружении папки у ФСБ есть. И вот сейчас внутри ФСБ как раз на фоне того, что произошло в мае, в июне, происходит ротация, меняются кураторы направлений и, соответственно, приходят новые лица, которые вполне возможно и по Герасимову будут реализовываться. Я думаю, что он понимает, что он в любом случае уже сбитый лётчик, что ему спустили по крышке. И именно поэтому стакан его друг, он налегает на стакан и у него в жизни, как я понимаю, от наших источников уже всё пошло наперекосяк. Сможет ли он каким-то образом, благодаря системам, врачам и новым кураторам передоговориться и обменять какое-то количество биткоинов и фирм, зарегистрированных в офшоре, на пролонгацию своего нахождения там? Большой вопрос. Судя по всему, скорее всего, его тоже будут сливать. Вообще, в целом, если вы обратите внимание, проанализируйте, и вы, наши уважаемые подписчики и зрители, в общем, все те персонажи, которые в прошлом году так или иначе принимали участие по обе стороны в вооружённом мятеже, с одной стороны, Пригожин Уткин, с другой стороны, Шойгу Герасимов, Патрушев, который за этим всем недорассмотрел, всё это недоразрулил, они все утрачивают свои позиции один за другим. По сути, наверное, только последний из магикан Герасимов остался, тот самый, которого так сильно хотели порвать, как ту зигрелку вагнеровцы в июне прошлого года. Его первым отдавать на съедение Путина вроде как неприлично, получается, что он идёт на поводу у бандюганов. Но с учётом того, что уже и Уткина с Пригожиным в живых нету, и Шойгу уже не министр обороны, ну, вполне логично, что и с ним сейчас в течение какого-то количества месяцев что-то может произойти. Я всё-таки надеюсь, что он будет жить, доживёт и до судебных процессов на национальном уровне в России после депутинизации и до Международного трибунала в ГАГе. Но может что-то с ним и другое произойти, и нам всем расскажут, как, не знаю, что-то случилось с организмом в состоянии алкогольного опьянения и так далее. В общем, я думаю, что в ближайшие часы, может быть, дни станут известны подробности, потому что мы сейчас наводим на эту тему справки. И да, если кто-то из окружения Валерия Герасимова нас сейчас смотрит на ГУЛАГу.нет с двумя т.н. на конце, собачка.gmail.com, можно отправить письмо анонимное с вновь зарегистрированного электронного адреса. Заодно проясним позицию, будет о чём с Вадимом завтра нам поговорить. Я думаю, что будем. Ну вот здесь как раз по поводу мятежа Пригожинского действительно сейчас отложенные действия, потому что стали активно сейчас выявлять, ловить, сажать, наказывать, в том числе тех, кто занимался фабриками троллей, кто обеспечивал такую поддержку информационную. Вот недавно были задержания. То есть Путин специально откладывает на какое-то время некие процессы, а потом, ну, как известно, Путин любит подавать смесь как блюдо, которое подают холодным. Это если мы вспомним знаменитое выражение. Он никогда практически не действует сразу, а действует через определенную часть времени. Так было с Пригожиным, который спустя несколько месяцев был убит, сбит, ликвидирован в небе над Россией. Но это произошло далеко не сразу. Ему дали почувствовать, что даже, возможно, он прощён. То есть это продолжение вот этой всей истории? Ну, во-первых, да, у Путина одна из любимых книг, может быть, не настольных, но любимых, — это «Крёстный отец». И, в общем, он очень много делает в таком жанре, когда сам идёт в церковь со свечкой, а в это время где-то какие-то его киллеры с кем-то что-то совершают, делают у кого-то вдруг. Там «Эмбраер» начинает резко падать и кружиться и так далее. Но здесь, я думаю, здесь как раз вопрос не в циничности какой-то, хотя он тоже, видимо, от этого получает в душе какое-то наслаждение и удовольствие, что вот так он тайно препарирует их всех. Нет, здесь задача была другая. Они прекрасно понимали, что Пригожин не такой дурак, каким хочет показаться. И Пригожин, он их шантажировал и на случай возникновения противостояния с Кремлём он планировал определённую медиакомпанию, угрожая, что если со мной что-то случится, дальше всё всплывёт. Ну а всплыть там могло очень многое. Во-первых, и у Путина с Пригожиным было большое количество личных контактов, и не всегда он находился без мобильного телефона и, соответственно, мог сделать какие-то диктофонные записи личных контактов с Путиным. которые он, конечно же, потом публично, там Путин мог бы отрицать, но, конечно, который давал непосредственно поручения по руководству ЧВК Вагнера и тому, что они делали на африканском континенте. И у Пригожина то видео, которое было опубликовано буквально там незадолго до начала вооружённого мятежа, в самом начале такой скандальный, это же только первая часть. Вторую часть он тоже записывал, где он уже обрушивался не на элиты вокруг Путина, а где он говорил правду матку уже и про то, что и царь-то не такой, а не добрый, как казалось даже в первой серии его разоблачения. Поэтому здесь, я думаю, что Путин как раз руководствовался совсем другим. Ему нужно было взять окружение Пригожина в оборот, нужно было нейтрализовать всех тех, кто мог бы организовать какую-то медиаволну на фоне вот этого вооружённого мятежа и тем более расправы над Евгением Пригожиным. Нужно было как-то их задобрить, что-то пообещать, где-то отступить назад. А потом, конечно, по одному, по одному, по одному их брать с полной гарантией того, что ничего не будет ни рецидива вооружённого мятежа, ни какой-то там медиаволны, которая подорвёт доверие к Путину и выставит его, с одной стороны, лагуном, а с другой стороны, кровожадным тираном, который создавал вот эту вот управляемую команду головорезов, которые непосредственно по его команде творили огромное зло, в целом ряде стран в Африке, в Сирии и в Украине. Вот ещё вопрос спрашивает Белоусов. Какая роль сейчас у него? Поскольку мы с вами говорили, что он работает в связке с Екатериной Тихоновой, одной из дочерей Владимира Путина, и ведёт достаточно, ну, так, скажем, он пытается поставить армию, сделать её более эффективной с экономической точки зрения, и в то же время есть мнение, что он борется с остатками клана Шойгу, которые там всё-таки достаточно серьёзные корни пустили. Какая у них сейчас роль, и насколько они эффективно это делают? То есть искореняют влияние бывшего министра? Как я вижу, да, вот есть песня такая, «Что, что фраер сдал назад?» Вот он тот фраер, который должен сдать назад, когда ему об этом скажут. Потому что сказать команде Шойгу, Герасимова и тех, кто под ними был и начинал эту войну, что теперь Путин о чём-то договаривается, договаривается, отступают, отменяется всё. Это было бы тяжело. И тем более тяжело было бы, например, вагнерфцам сказать, что всё, вы там десятки тысяч человек положили под бахмутом, ну, а теперь всё как-то договорились, какая-то линия, всё, теперь отменяем те самые названные заявленные цели и отступаем, отходим. Вот он как раз тот самый, который, с одной стороны, да, должен, конечно, был положить конец этому безобразию с вот этими многомиллиардными хищениями, почти ежесуточными, потому что там они уже, на самом деле, берега потеряли. А с другой стороны, важно перезагрузить, привести совсем другую команду, но у которых не течёт кровь по рукам, которые не стоят по шею в крови, как Суровикин, тот же Спригожного в бахмутской мясорубке, и у которых есть возможность вовремя остановиться, выполняя указания, потому что Путин уже, на самом деле, я не хочу сейчас быть каким-то сверхоптимистом, не хочу раньше времени кого-то радовать, но у Путина сейчас прорабатываются планы и дорожные карты по прекращению боевых действий, потому что он прекрасно понимает, что ещё какое-то количество месяцев, а дальше уже со всех сторон шикают на него, шукают, и уже, в принципе, надо сбавлять обороты. Всё уже понятно, и он понимает, что там и дойти до Киева, и захватить, и утопить ещё какое-то количество городов в крови, это ему никакой победы не даст, никакого парада в Киеве не намечается, Украина сформировалась как единая нация, и несмотря на какие-то там эксцессы типа Арестовича, в целом народ един, и здесь не может быть какой-то крова с хлебом и солью, уже не будет ни в одном городе. Всё уже понятно. И, соответственно, ему нужна дорожная карта как раз, а как всё это прекращать и как сделать так, чтобы войска не двинули на Москву, высказывая претензии, а как это вообще, вы нам объясняли, что это нацисты, а теперь вы с ними какие-то соглашения во второй половине 2024 года подписываете и так далее. Поэтому ему очень важно, чтобы руководство Минобороны было не те, которые начинали, заваривали эту кровавую кашу, а чтобы это были такие паркетные, в основном белые воротничковые, которые, соответственно, каждый в своём управлении и направлении подразделения сейчас это всё сделает. Они это сделали уже на самом деле с Министерством обороны, теперь у них задача сделать то же самое с главным управлением Генштаба. И как сделать ротацию с тем, чтобы у руля Генштаба была, по сути дела, новая команда, а не та, которая начинала войну или устраивала бахмутскую мясорубку. Вопрос по поводу геополитических раскладов и политических раскладов в Европе и в Америке, потому что мы видели дебаты Трампа и Байдена, видели результат первого тура парламентских выборов во Франции, Марина Липен и её национальное объединение лидирует и, судя по всему, лидирует с очень большим отрывом от партии Макрона. И это, считают некоторые эксперты, с которыми мы успели поговорить, подарок для Владимира Путина. То есть для него общемировая политическая ситуация складывается благоприятно. Вы согласны с этим? Тем более, что вы во Франции видите, какие процессы происходят в этой стране. Вижу. Никакого оптимизма на эту тему у меня нет. У меня, наоборот, такой глубокий скепсис. И я вижу... В целом, мне видится так, большая картина на расстоянии. Потому что если в каждой конкретной отдельной стране ты анализируешь, ну, конечно, можно углубляться во внутренние причины. Но в целом контекст очевиден. Путин на протяжении последних более чем 10 лет устраивал то тут, то там какие-то войны, вооружённые конфликты. Он генерировал каждый год очередные вот эти вот волны мигрантов в Европейский Союз, в европейские страны. Для того, чтобы со временем терпение толерантных, образованных, цивилизованных европейцев, оно со временем начинало то тут, то там лопаться. И, конечно же, если представить, что из года в год к тебе приезжают миллионы и миллионы человек, то большая часть — это, конечно же, люди, которые покидают свою страну. Кто-то из-за тоталитарной системы, кто-то из-за какой-то страшной войны, кто-то из-за ИГИЛ, кто-то из-за террористов, кто-то из-за того, что там что-то девочкам молодым отрезают и так далее. И большая часть этого в целом — это, как правило, несчастные люди с поломанной судьбой, которые хотят самореализоваться, которые учат язык, устраиваются на работу, начинают жизнь оставлять и так далее. Но если взять статистику, то, конечно, из какого-то количества миллионов беженцев политических или из-за войн, ну, конечно же, будет какое-то количество отъявленных мерзавцев, которые будут по статистике совершать самые страшные, чудовищные преступления. Плюс ко всему, если ещё в это подливать масло в огонь, вы посмотрите, да, с африканского континента, с Ближнего Востока в Европу устремляются потоки мигрантов, из России, из Украины, из Беларуси. Но Европа, ещё раз подчеркну, толерантная в целом, цивилизованная, гуманная, но есть какой-то порог терпения, есть порог возможности. Вот у тебя трёхкомнатная квартира, но ты можешь потесниться, жить в двух комнатах, одну комнату можешь кого-то пустить. Потом ещё кто-то приезжает, но ты опять можешь потесниться, ты всю свою семью можешь в одну комнату поместить, а в те две комнаты разместить людей из разных стран. Но потом, когда тебе опять начинают продолжать звонить в дверь, и ты понимаешь, что всё это происходит, конечно, на кого им срываться, что им делать? Они же до конца в целом не понимают причины следственной связи, что сначала куда-то летят российские бомбардировщики, и туда падают бомбы, а потом разрушаются города, и из этой страны начинается трафик людей к тебе. Так далеко простой человек не смотрит никуда. Он смотрит, вот он выехал на авторуд, на автодорогу, а перед тобой какие-то чёрные мерседесы закрывают все полосы, кто-то там в какой-то папахе танцует лизгинку на лошади, перед этим кортежем что-то там исполняет, какие-то там хлопушки летят, и ты, в принципе, начинаешь негодовать, потому что ты опаздываешь из-за них на работу, и потому что в целом ты понимаешь, что какая-то странная ситуация. Это вот то самое видео, которое попало сейчас в интернет. Это просто один из элементов, как работать. То есть один из народов, которые населяют Северный Кавказ, и которые находятся в контакте в том числе и с Грозным, и с Москвой и так далее. Вот у них здесь всё это происходит, например, так показательно, нарочито. И в это самое время Марин Липен по телевизору прям буквально ровно в этот же самый день в интервью говорит с кем-то из приезжих, что вопросов нет, мы готовы вас принимать и вас поддерживать, но вы уважаете нашу культуру, вы уважаете наши законы, вы уважаете наши традиции, не нужно нам сюда ничего навязывать и привносить. И это очень здорово связывается с вот этими яркими картинками, которые возмущают простого обывателя. И поэтому, когда предлагается вариант одни за всё хорошее против всего плохого, а другие говорят, давайте немножечко всё-таки здесь какие-то ограничения будем вводить, потому что мы явно куда-то не туда пришли, вполне возможно и вполне понятно, почему это происходит сейчас. Но нужно понимать, чья это стратегия, нужно понимать, кто их к этому привёл. Куда-то дальше идти, если мы с вами посмотрим за океан, то же самое, то же самое происходит. Но здесь очень скользкий путь. То есть если, например, это вот ровно то, о чём я вчера на эмоциях до глубокой ночи переживал, а всё-таки написал, опубликал этот текст, делать какие-то громкие заявления, имея такую большую аудиторию, как у нас с вами, мы пока не можем, потому что… Ну и молчать тоже нельзя. Я, например, ещё в 2013 году говорил, что Саратовская УТБ-1 — это пыточный конвейер и концлагерь, и публикал его материал. А доказать это мы смогли только в 2021 году. Нужно было мне 8 лет молчать в тряпочку и не говорить о том, что это страшное место, где людей бьют и пытают. Но мы тогда рисковали, мы говорили. Я вижу, что у Путина и у его генералитета СВР и ФСБ есть чёткая программа по дестабилизации Запада, по дестабилизации западных демократий. И они прекрасно понимают, что это не история, когда тебе нужно куда-то приехать и с нуля выстраивать какую-то политическую платформу тех людей, которые тебя потом в последующем будут поддерживать и отвечать твоим политическим интересам. Это ситуация, когда там в каждой стране происходит какой-то определённый баланс. И разница буквально, не знаю, в несколько процентов. И достаточно просто положить какой-то свой чёрный камушек или какой-то аргумент с тем, чтобы перевести общественное сознание. А они не просто камушек кладут, а они мешки с камнями каждый день бросают с разных сторон в эту всю историю. В том числе, организуя, ещё раз подчеркну, трафик, волны мигрантов. В том числе, подливая масло в огонь. Я уже молчу там про какие-то тайные диверсии, про спецоперации, про мягкие силы, про финансирование тех или иных политических сил, которые действуют и поддерживают, в принципе, риторику такую пропутинскую. Но в целом мы имеем такую глобальную, большую спецоперацию российских спецслужб, путинских спецслужб против Запада. И я уверен просто, что к концу года ситуация изменится в ещё более худшую сторону в целом ряде стран. Я предвижу, я не хочу вмешиваться в политическую историю во Франции или в США. Это, конечно, внутренние дела этих стран. Но моё ощущение, я не жду ничего хорошего к концу года. И наоборот, я понимаю, что целый ряд генерал-майоров ФСБ и СВР станут генерал-лейтенантами. Генерал-лейтенанты станут генерал-полковниками, генерал-полковники вырастут и генерал-фармии. И все причастные к вот этим спецоперациям против Франции, против демократии во Франции, против демократии в США и демократов, они будут очень сильно расти по карьерной лестнице. Это можно будет потихонечку отслеживать и анализировать. В какой момент и когда ГУЛАГу нет или Биллингкэт или какое-то другое вообще издание, правозащитники или журналисты смогут опубликовать какие-то секретные документы, на это может уйти год, два, пять, десять, пятнадцать, а может быть и тридцать лет на это не хватит, потому что те материалы, которые регламентируют работу службы внешней разведки и тех схем, которые они реализуют, в том числе, конечно же, против Запада, чтобы ослабить Запад, чтобы ослабить Украину, чтобы усилить позиции Путина, это, конечно, гриф особой важности, государственная тайна с ограниченным кругом доступа. Это не какая-то там тайна саратовской швабры или иркутского кипятильника, если хотите. И на разоблачение этого понадобится гораздо больше сил, чем на разоблачение какого-то конкретного пыточного конвейера. Но, тем не менее, молчать ещё какое-то количество времени в тряпочку, видя, что они творят, это просто уже не просто недальновидно, но это подло. Поэтому я, со своей стороны, здесь, по крайней мере, буду высказывать свою позицию, хотя прекрасно понимаю, что в меня полетит после этого. Там начнётся ветер с камнями, и начнутся различные репрессии по новым для нас фронтам. Но ничего страшного. Ещё вопрос здесь от наших зрителей по поводу того, что Кремль глушит системы GPS у британских самолётов. Мы с вами об этом говорили. И это всплывало в контексте дела Тимура Иванова, я так понимаю, что он там тоже засветился. Нет, по поводу оборудования или там и так далее. Да, причинно-следственная связь там следующая. Тимур Иванов просто окружил Минобороны большим количеством подрядчиков и субподрядчиков, в том числе части из которых уехали достаточно давно, а кто-то недавно, на Запад. И, соответственно, в том числе нам передавались документы по тем самым следопыту, таболу, вот этим секретным системам, которые Путин монтировал в Калининграде, для того, чтобы влиять на территорию Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии. Там очень мощные электронные системы по радиоэлектронной борьбе, по давлению сигналов. И поэтому несколько недель или больше месяца назад были проблемы с посадкой двух авиалайнеров с пассажирами на борту, которым приходилось менять курс и приземляться не в тех аэропортах, куда они летели. Такое оборудование действительно они делают, построили уже, они его тестируют. И они таким образом будут противодействовать, запугивать Запад, что вот мы можем влиять на вас даже без нанесения прямых ударов. Ну, собственно, они же уже использовали там авиалайнер и сотни людей, которые погибли как раз в политических целях. Для того, чтобы лайнер упал на территории непризнанной, так называемой ЛНР, ДНР, и с тем, чтобы западные журналисты, все, кто хочет получить туда доступ, чтобы они в любом случае просили авторизацию у этих новых властей, писали какие-то заявления, получали аккредитации, и таким образом уже легитимизировались в глазах международного сообщества. Тогда был сделан первый шаг на эту тему. До сих пор почему-то об этом мало кто говорит, о причинно-следственной связи, зачем они это сделали. Отвечая на ваш вопрос про британские и другие натовские самолёты, ну, конечно же, для Москвы всё очевидно. Они прекрасно понимают, что Украину снабжают разведданными, очень сильно поддерживают и помогают. Соответственно, им нужно каким-то образом запугивать и влиять на вот эти вот различные самолёты, которые в нейтральных пространствах летают, помогая Украине собирать информацию с тем, чтобы потом наносились какие-то ракетные удары. То есть здесь в данном случае их логика понятна, они будут и дальше это стараться делать, и влиять на это разными способами, с тем, чтобы каким-то образом притормозить поддержку Украины. Ну и в завершение этот вопрос, который нам регулярно задают зрители, а мы регулярно задаём его вам, про Михаила Ефремова и его УДО. Удалось ли что-то выяснить? Известно ли им что-то о том, что с актерами... Я на него отвечу, но, Вадим, если вы позволите, я бы ещё буквально одну минуту хотел вам потом рассказать про вот это важное издание сегодня в Кембриджском университете, которое тоже имеет большое значение для, наверное, многих, кто смотрит наши с вами каналы и кто так или иначе вынужденно покинул Россию. Но отвечая на вопрос с Михаилом Ефремовым, у меня есть, я вам уже говорил, правозащитная этика, я не могу действовать во вред заключённым. Даже если эти заключённые, их поступки, которые они там совершили в жизни, мне не симпатичны и мне не нравятся. Я могу так сказать, что каких-то серьёзных жалоб на пытки и на нарушение прав человека у Михаила Ефремова на сегодняшний день нет. Если бы это было, это было бы всем широко известно. Соответственно, мне достоверно известно, что ему создаются определённые условия, где, с одной стороны, ему чуть полегче сидится, чем в основной массе заключённых, а с другой стороны, таким образом и силовики, спецслужбисты собирают какую-то форму, скажем так, компромата с тем, чтобы потом в случае, если когда после освобождения Михаила Ефремова вдруг вернётся к теме с гражданином-поэтом и начнёт поддерживать вдруг оппозиционную риторику, с тем, чтобы можно было вбрасывать достаточно большое количество разного отснятого материала, с тем, чтобы как-то его дискредитировать, ставить на место в их понимании и так далее. Но в любом случае он находится в этой части, как бы в состоянии заложника. Выплывает за буйки, с ним начинает происходить что-то нехорошее, как с Алексеем Навальным. Поэтому, как я понимаю, вроде он за буйки не заплывает. Но детали и подробности. В любом случае человек в возрасте со всеми вытекающими. Я думаю, что в целом он, наверное, уже ответил за содеянное, очень многое осознал. И, наверное, всё-таки в этом году, по идее, вернётся уже домой. По поводу кембриджского как раз выступления, может быть, чуть подробнее об этом надо рассказать, потому что вы как раз попали в список журнала, основанного в Кембриджском университете. Это Human Agenda, а он посвящён как раз правам человека. Можете подробнее об этом чуть-чуть рассказать. Да, на самом деле это большая работа. Юристы и учредители вот этого большого кембриджского юридического журнала вышли на нас около года назад и предложили объединить усилия, поделиться нашими архивами с ними, с тем, чтобы вместе сделать всё возможное для того, чтобы все причастные к пыткам понесли заслуженное наказание. И речь идёт и о Международном уголовном суде в отношении садистов из ФСБ и ФСИН и Минобороны, которые пытают украинских пленок, и в целом о необходимости создания международного трибунала для того, чтобы Путин мог и ответил за свои преступления, которые он совершал и в отношении россиян. Он, конечно, и его генералитет, который на протяжении более 10 лет, более 15 лет создавали эти пыточные с помощью пыток, людей пытали и контролировали. Почему я упомянул это и вам, отправил ссылку, и было бы неплохо об этом сказать. Это вопрос абсолютно, конечно, не тщеславия или какого-то признания, что материала в ГУЛАГу нет. Оказались теперь в этом уникальном первом спецвыпуске Кембриджского университета, который на английском языке распространяется и будет на рабочих столах, наверное, большей части председателей верховных судов и генеральных прокуроров, большей части демократических стран. Для нас это имеет большое значение не с точки зрения признания, а с точки зрения того, что люди, которые покинули Россию и находятся в тяжёлых условиях, когда им угрожает розыск через Интерпол, выдача в Россию, помещение их в пыточные тюрьмы, преследование их за политическую, оппозиционную позицию, за их несогласие с режимом, за то, что они, может быть, экономически отказались платить взятки и так далее. Теперь они могут заказать вот с 1 июля, с сегодняшнего дня этот журнал вышел уже, ссылка на то, как заказать этот журнал в нашем Телеграм-канале. Соответственно, ну, это не у нас, конечно, заказать, это напрямую у кембриджского журнала по правам человека и по политике. Это важно, потому что это огромная объёмная работа, на которую можно ссылаться, и на это исследование и публикации можно опираться в процедурах Интерпола, запросов политического убежища, обжалования, отказа предоставления политического убежища, о том, что на самом деле пытки в России носят системный характер. Это большое зло, с которым нужно бороться всем миром. И для меня большая честь, что юристы из Кембриджа, и учёные, и эксперты, и их редакторы, они положили вот нашу работу в основу, по большому счету, такого большого спецвыпуска. Ему посвящено большое количество страниц, интервью со мной и описание тех файлов, которые мы в Кембридж передавали. Так что, в общем, всем, кто так или иначе отстаивает свои права в международных юрисдикциях с тем, чтобы не быть выданным или запытанным в России, я думаю, что это очень сильный аргумент, который может позволить помочь сохранить свободу, безопасность и, наверное, многим жизнь.